В Ужжигуте прошли традиционные открытые конно-спортивные соревнования, посвященные Дню Возрождения Крачевского Народа и 77-й годовщине Победы Великой Отечественной Войне. Ахмат Халкечев подробнее. С самого утра в районе Ипподрома Ужжигуты многолюдно. На праздник собралось несколько тысяч человек. В перерывах между забегами атмосферу праздника поддерживает разнообразная концертная программа с участием известных артистов республиканской эстрады и творческих коллективов. В соревнованиях участвуют лошади чистокровных верховых пород. Наездники и четвероногие спортсмены готовились к этим соревнованиям основательно. Дух здорового спортивного азарта должен дать импульс развитию племенного коневодства, уверены организаторы. Здесь скачут кроме одного заезда чистокровные английские лошади. Есть любители чистокровных английских лошадей. Везде и в Краснодаре, и в Пятигорске скачут чистокровные лошади. Наши ребята и там, и там, и там выставляются. Здесь они пробно. Конечно, это дает толчок к развитию чистокровного коневодства. И плюс еще один заезд. На том заезде уже будут карачаевские лошади местные. Тоже они друг к другу присматриваются, целый год готовят. Для конников это большой стимул. Подеятели и призеры определялись в каждом заезде. Призы на пяти дистанциях были именные. Герои Советского Союза и России, уроженцев Усть-Джикутинского района. Занявшие призовые места награждались кубками, медалями и денежными призами. За первое место 50 тысяч рублей, второе 30 и за третье 20 тысяч рублей. Спортивный праздник, организованный администрацией Усть-Джикутинского района, собрал любителей конных состязаний со всей республики. Стараюсь как-то воспитать правильно своих внуков, стараюсь с собой возить везде, показывать. Очень хочется, знаете, находить свое место среди общества. Это, наверное, такой первый большущий праздник, когда ты чувствуешь себя и человеком, и счастливым. И вот смотрите, вот на всех смотрите, все веселые, улыбаются. Просто этого давно не было. Ну, дай Аллах, дай Бог, чтобы у всех все было хорошо и много-много лет. На дистанции 2400 метров участники соревновались за приз главы республики Рашиды Тимрезова. В этом заезде существенно отличался и призовой фонд. За первое место 100 тысяч рублей, за второе 60, за третье 40 тысяч рублей. Лучший результат показал Радмир Байрамуков в команде с Дарханом. Готовил мой друг, все благодаря ему. Я просто сел, проскакал. Как он мне сказал, так я и проехался. Я эту победу хотел бы посвятить старшим нашим. В упорной борьбе на семи дистанциях призовые места распределились следующим образом. В первом заезде на тысячи метров лучшим стал тандем Артура Тимрезова и кобылки по кличке Сарица. На второй дистанции в 1200 метров победу одержали Мирзабик Капушев и кобыла Ихея. В третьем забеге на 1400 метров первым финишировал Рашид Каракетов на жеребце Арчатай. На четвертой дистанции в 1600 метров лучший результат у Ханапия Барлакова на кобыле Тиани. Пятый и шестой заезды в 2400 метров выиграл Радмир Байрамуков на лошадях Путаран и Дархан. Ну а на самой протяженной дистанции 3600 метров победил Далим Биджиев на кобыле фаворитка. Ахмат Алкечев, Мухаммед Ашбоков, Вести Крачаева, Черкесия. Продолжение следует...